мы добрались до вершины нас это заняло сколько полтора часа полтора-два часа в принципе не самые сложные подъемы моей жизни было сложнее но это тоже довольно выдыхаешься здесь но мы уже тут я сейчас поставлю камеру на таймлапс и посмотрим этот рассвет особо по дороге снимать не получилось потому что было темно но я наверно отдельно видео уже буду рассказывать все детали так что блин здесь красиво здесь уже нереально красиво здесь поэтому блин наслаждаемся нам хоть и мерзнем но здесь очень холодно если придете китайцы соберетесь да раз в цепле одессы все рассвет мы встретили чекпоинт поставлен народу очень-очень-очень много там получается укан здесь уже город просто какие-то отрезки до солнышко мы встретили здесь очень интересно получается там как будто бы и облака так присели и можно посмотреть тоже смотрится так симпатично все вроде нормально сейчас наверное по программе дальше у нас идут горячие процедуры hot springs посмотрим стою ли оно там поднимались потому что очень-очень тяжело и до сих пор мерзнем очень холодно здесь так что стоит подумать прежде чем подниматься взять вещи теплые в общем более-менее то одеты но все равно прохладно нам предложили подняться еще выше чтобы мы могли посмотреть вот эти пары из кратера мы решили согласиться потому что оттуда идти от 7 до 10 минут что я думаю стоит того в нашем путешествии этот вулкан поднимаемся один раз поэтому погнали много людей Я прошел буквально мимо одного такого выхода с пара, это было вообще не реально. О, да, это было... Я слышал это. Да? Ты слышал это тоже? Очень-очень горячий пар, можно реально просто обжечься. Это реально очень горячо. Это классно. Мне это нравится. Да? Как тебе? Классно. Горячо здесь так прям, греешься. Где-то под ногами внизу лава. Здесь вот лава. Да, ну в общем весело и безумно красиво. Что ты чувствуешь об этом? Что ты чувствуешь об этом? Это очень грустно. Так красиво. Так красиво. Да, это да. А немного холодно, но... Я не скажу маленько. Просто так холодно. Так холодно. Так холодно. Да, здесь все абсолютно есть. И горы, и озера, и джунгли, и все что душе угодно. Я прям влюбился в это место. Реально красиво. Там вот облака, ребят. Вот за этой горой. Там можете видеть такое черное пятно. Это вулкан. Уже когда-то как бы вышедший до лавы. Так, поднятие на вершину имеет два основных как бы прохода. Ну, они их называют очень просто. Легкий путь и тяжелый путь. На легком пути можно будет встретить очень большое количество байков и скутеров, которые как бы отвозят людей на вершину, да, которые не хотят идти. И это хреново, мне кажется, потому что, блин, ну, в походе надо больше ходить. В походе надо больше ходить, больше двигаться, но это и поход, да? Если ты хочешь как бы что-то такое... А если хочешь что-то такое сделать, то, блин, ну... Хорошо, братан. Хорошо, братан. Батур. Батур. Всё. Так что, да, сейчас вот мы идем по как раз таки вот таком легком пути назад, чтобы это было не слишком низко. И угол как бы наклона был не слишком сильный, потому что идти, конечно, тяжело. Туалеты здесь абсолютно везде платные. От пяти... Обычно от пяти до десяти тысяч. Поэтому всегда как бы у вас должна быть мелочь с собой, чтобы вы могли расплатиться дороге. Потому что иметь как бы крупный кэш не очень удобно. Как правило, в таких местах нету ченч, да? То есть мелочи нет, чтобы вам отдать нормально. Поэтому это как бы проблема. Мы поднялись... Где моя рука? Вон туда. Чтобы вы понимали. Было весело. Так, следующая это наша основка. Это горячие источники у нас по программе. Сейчас посмотрим, что тут есть. В общем, я пока не понял, что из них является именно горячим источником. Пока вода такая более-менее теплая. Но мы сейчас перепробуем все, поэтому, наверное, потом я в отдельном видео уже вам расскажу. Ну, или после того, как я потом расскажу. Помимо бассейна, вон там, получается, все были бассейны. И как бы, ну, источники, да, куда подается вода. Вот это уже то, что как бы за пределами. Ну, там вот еще какой-то комплекс есть водный. И вот здесь вот, как говорят, опасно, типа глубина 20 метров. Но выглядит, конечно, шикарно, как вы можете с вами видеть. Я попробовал пару источников. Они реально горячие. И вот как бы логично, что как раз вот этого лукана, где мы видели пар. Я думаю, вода нагревается, идет сюда. И они, в общем, оборудовали здесь специальное место для этого. В общем, очень прикольно, очень умело. И вам однозначно стоит сюда прийти, посетить. Особенно после вот такого путешествия в горах, да. У меня уже холодно становится, я пошел. В общем, миф развеян. Они сюда добавляют хлорированную воду. Ну, как бы, хлорку. И, честно говоря, мне это не особо нравится. Я думал, здесь именно такая горная чистая вода, но нет. К сожалению, магии нет никакой. И, честно говоря, без Genoa защиты. Везде верные белые бручки. Это с собой. Я использую запашки. Я использую это с собой. Это с собой. Что-то с собой. Реверное фактически. Это с собой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Кофе левак намного приятнее Вот за моей спиной тоже куча всего Также есть масла Вот такие вот Такие для приготовления кофе Разный тип сахара В основном кокосовый сахар И это всегда прикольно иметь вот такой вот огромный выбор В общем, мы покушали, наполнили свои желудки, особенно Надира Не-не, она вообще на самом деле мало съела, я так прикалываюсь Заканчиваем влог, всё, теперь уж точно Всё, давайте, всем пока Обязательно подписывайтесь на мой канал, если ещё не подписались И если не видели прошлые видео, обязательно тоже посмотрите Они все тоже с Бали Я думаю, вам понравится Не забываем ставить лайки Пока Ай Субтитры сделал DimaTorzok